Дождливая Ла-Коруния Дождливая Ла-Коруния Сегодня другие звезды, сегодня другие лидеры Сегодня, естественно, и Гаррет Бейл, и Хамес Родригес в стартовом составе Так же, как и Криштиану Роналду Появляются команды на поле Скажу, что Мадридский Реал неудачно Стартовал в этом сезоне В трех турах уже два поражения Потерпела команда Карло Анчелотти На выезде от Реал Сосъедада Это тоже была поездка на север Испании В страну Басков И там Реал, ведя 2-0 Пропустил 4 и проиграл Ну и в предыдущем туре испанского чемпионата Было поражение в дерби Мадридском от Атлетико Со счетом 1-2 И, конечно, все это добавляло Головной боли и без того Седовласому Карло Анчелотти На этой неделе Реал сумел Наверное, удовлетворить Запросы своей требовательной публики Победы в Лиге Чемпионов над Базелем 5-1, очень хорошая получилась игра Для мадридской команды И вот очередное испытание Матч в Ла Коруни против Депортива В Испании на севере тепло Плюс 22 градуса, но идет дождь Я думаю, что вы можете в этом убедиться Когда режиссер возьмет любой крупный план Или покажет нам с вами болельщиков Располагающихся на трибунах Они игру любят В чем позволяет нам с вами лишний раз удивиться Вывешивая подготовленный плакат Переходим к составам играющих сегодня команду Депортива привычная схема Депортива, кстати говоря, в таблице на 10-м месте То есть выше мадридского Реала После трех проведенных матчей У Депора полный набор Поражение, ничья, победа Причем именно в такой последовательности Развивались события И результаты матчей Депортива В этом чемпионате Стартовали в Гранаде Поражение 1-2 Потом домашняя ничья с Раев Валикану 2-2 И, наконец, победа на выезде в матче с Эйбаром В матче в игре предыдущего тура 1-0 Домингес тогда забил единственный мяч Ну и, как вы понимаете, в каждой встрече Коллектив, с которым работает Виктор Фернандес Нам с вами его только что показали Уже довольно опытный наставник Который имеет богатую тренерскую практику В каждом матче Депортива забивает Что касается состава Мадридского Реала То одна потеря Не будет сегодня в заявке Пепе У него перенапряжение мышц И ему дает возможность Карло Анчелотти отдохнуть Все остальные Они в заявке Итак, состав Мадридского Реала В оборотах под первым номером Икер Кассильес В обороне слева 12-й Марселло Справа 17-й Альваро Арбиллоу У него тоже были проблемы со здоровьем Они остались позади И сегодня он, а не Начо Или, например, Карвахаль, который восстановился Появляется на поле с первых минут В такую погоду Криштиану Роналду едва ли Должен был понадобиться гель Потому что и так волосы будут влажными Но стиль есть стиль В центре обороны у Реала 4-й Серкио Рамос И второй Рафаэль Варан Варан совсем недавно продлил контракт с командой До 2020 года И, в общем, понятно, что Варан Скорее всего, это человек, который Долгие годы проведет в Мадридском Реале В опорной зоне, ну или точнее в центре Поле, восьмой кросс И девятнадцатый Лука Модрич Группа атаки Седьмой Криштиану Роналду Десятый Хамес Родригес Одиннадцатый Гаррет Бейл И нападающий Карим Бензима Номер девятый Карло Анчелотти, главный тренер Реал в белой форме Депортиво В воротах Херман Люкс Номер один Пятнадцатый Санабрия Руис Лауриано Попросту Лауре Двадцать первый Модиво Дьякете Двенадцатый Сидней Шестнадцатый Луизиньо Это линия обороны справа налево Центр поля Четвертый Алекс Бергантиниус Восьмой Харис Мидуньяин И двадцать четвертый Луиз Фаринья Группа атаки Одиннадцатый Хуан Фран Четырнадцатый Иса Куэнко И девятый номер Нападающий Элдер Паштига Пятидесяти трехлетний Виктор Фернандес Работает сейчас Депортиво Нам свое показывает его Уже который раз Хотя не сыграна и первая минута Обслуживает сегодняшнюю матчу Бригада арбитров Во главе с Пересом Монтеро Ваш комментатор на НТВ Плюс Роман Гудцайт Поехали Конечно для Мадридского Реала Сегодня очень важно набрать три очка Потому что команда на старте сезона Уже отстает От всех от кого она может отставать В первую очередь от Барселоны Причем от Барселоны Остает существенно Барса не пропускает И Барса постоянно побеждает Плюс шесть До начала этого тура Было у команды Луиса Энрике Против коллектива Карло Анчелотти Остальные команды Ну наверное пожалуй только Атлетико Пока на старте сезона Может Считаться Конкурентом Мадридскому Реалу Хотя сам Диего Пабло Семенов Сказал что наша задача Это третье место И второй год подряд Конкурировать с грандами Испанского футбола Будет крайне тяжело Реал от Атлетико Отстает на четыре очка Матрасники одержали две победы И один раз сыграли в ничьи Любопытно как сложны Сегодня первые минуты Потому что Депортиво команда темпераментная Депор конечно уже совсем не тот Какой был у Хавьера и Руретты Напомню что Депортиво Это одна из тех немногих команд На виду с Валенсией и Атлетико Которые в 21 веке Оказывали Не просто достойное сопротивление Реалу и Барселоне Но и всем остальным в чемпионате Депортиво выигрывал Ла Лигу В новейшей ее истории Но сейчас конечно Финансовые проблемы И многие другие управленческие Казусы случавшиеся в руководстве Естественно заставили Депортиво Притормозить Лауре Вводит мяч в игру из аута Что здесь? Не было положения вне игры Хотя Тони Кросс на этом буквально настаивал И можно Делать передачу на левый фланг Там открываются партнеры И Сакоенко Медуньяин Хорошая передача на левое Луизиньо Можно подавать штрафную Правда там партнеров Не было Совсем Ну и здесь фолл в атаке Который Перес Монтеро Молниеносно Фиксирует Виктор Фернандес Любопытный наставник Он работает Еще с начала 90-х годов В качестве тренера Была практика у него с Сарагосой И долгие годы тренировал он Сельту После этого был Бетис И даже португальский Порту Ну а последним местом работы До Депортиво Была бельгийская команда Гент И вот перед началом этого сезона Вернулся Виктор Фернандес В испанский чемпионат Бенземам Арбило Варан Рамос Криштиану Роналду Изначально Криштиану Роналду Располагается на левом фланге атаки Мадридского Реала Мы видели в частности в дерби То, как часто Менялся с кем-нибудь позициями На поле Криштиану Посмотрим, будет ли это сегодня Медунианин пытается сделать передачу На своего партнера Но Рафаэль Варан действует Очень внимательно Накрывая одного из центральных полузащитников В Депортиво Хамес Родригес Бейл Пас назад Лука Модрич Арбило Вновь Модрич Не пытается Депортиво Прессинговать соперника на его половине поля Занимают свои зоны Занимают свои позиции Не оставляя свободных зон Первую главу В этом матче мы с вами увидим Карим Бензема Направлял мяч в штрафную И попал В одного из защитников На стандартах, конечно, следует ждать В чужой штрафной площади И Рафаэль Варана И Сергио Рамуса Вот как раз режиссер Нам с вами их и показывает Подачи на ближний угол вратарской Здесь Харис Медуниан Спокойно выбивает мяч У него даже получается точная передача Одному из партнеров Потом в отборе действует Тони Кросс В матче против мадридского Атлетико Показалось, что у Реала Возникали определенные проблемы В опорной зоне В этом смысле, как мне кажется, показателем Второй пропущенный мяч Когда сразу два футболиста Атлетико Оказались на линии штрафной площади Один и вовсе был в ее пределах И никто их не опекал Четверка защитника выстроилась в линию И это позволило Турану Беспрепятственно нанести удар Поворотом Икера Косилиса Этот гол стал победой Ну и в целом По ходу той игры Чувствовалось, что у Реала Сейчас в составе не так много футболистов Которые могут Толково сыграть в отборе Все-таки потеря Хаби Алонсо Пока На мой взгляд является невосполнимой Нужно несколько видоизменить Стиль своей игры Либо все чаще используют в составе Асьера Илья Роменди Кстати говоря, Карл Анчелотти На предматче и пресс-конференции Сказал, что с ним все в полном порядке Он готов сыграть Ему не хватает только одного Того момента, когда тренер Выпустит его на поле Марселло Бензима Бензима недавно забил Тысячный гол Реала В Еврокубках Это случилось в матче против Базеля Бензима сделал счет 5-1 Криштиану Роналду Уже не на левом фланге Теперь он в центре Арбило Гаррет Бейл И не дает возможность Мяч штрафную отправить Модибо Дяките Защитник, который еще совсем недавно был в Италии Выступал за римский Лацо Но сейчас перебрался в Депортиво Пришел он формально из английского Сандерлен Которому принадлежал Варан Серкио Рамос Реал завладел инициативой Обратите внимание Уже пару минут команда Анчелоти Держит мяч на чужой половине поля Роналду Хамес Гаррет Бейл Модрич Поле мокрое Не будем об этом тоже забывать У Реала Россыпь футболистов Которые могут пробить Из-за предела штрафной площади Но пока никто это сделать не пытается Марселло Никто его пока не встречает Пас налево Хамес Родригес Поддача штрафную И Диаките Добирается до мяча Арбелоа Начинает Реал серьезно напрягать Депортиво В том смысле, что команда играет без мяча Ну а Реалу очень важно сконцентрировано провести все 90 минут Это то, чего не хватило в частности в Сан-Себастьяне Реал тогда очень легко Сумел в дебюте противостояния дважды отличиться Ну а после этого уже пошла игра у команды Сан-Себастьяна И Реал, в общем-то, сделал много Для того, чтобы тот матч развивался Именно по Выбранному Хозяевами того матча Сценарию Бензима Борется с защитником И правила, скорее всего, нарушает Вот, наконец, будет возможность перевести дуб У футболистов Депортиво И постараться начать свою атаку Луизинью противостоял Кариму Бензима в этой ситуации Между прочим, в составе Депортиво Сегодня на поле выходит действовать на правом фланге атаки Хуан Франк Футболист, который Несколько сезонов провел в структуре мадридского Реала И даже имеет на своем счету один официальный матч Это случилось в мае 2010 года Тогда Хуан Франк Вышел на замену Но эта игра так и осталась единственной В составе Столичного коллектива Еще одна любопытная деталь, которая касается Специфики противостояния Депортиво и Реала в последние годы Заключается в том, что здесь, на стадионе Реасор Криштиану Роналду еще ни разу не забивал Все-таки не так много арен Которые рано или поздно были представлены В элите испанского футбола Где Роналду не отличался И вот сегодня для того, чтобы поставить галочку Напротив очередной Криштиану Роналду необходимо забить Бергантинес Пас поперек поля Медуньяин Куэнка Луизиньо Неплохо пока держится мяч у Депортиво Но, обратите внимание, все это происходит либо на своей половине поля, либо в центре Бензима Хамес Родриез И подстраховал сейчас своего партнера Диаките Правда Перес Ласса Перес Монтеро Усмотрел нарушение правил Куэнка Паштига Красиво Играет Харис Медуньяин Смело Два восьмых номера сошлись в этом эпизоде И футболист Депортиво Тони Кросса Переиграл Иса Куэнка Ну и нужно кому-то из партнеров открываться Пытается это сделать Хуан Фран Тут же последовала передача Очень эмоционально болельщики Депортиво провели первые 10 минут Сейчас на трибунах становится тише И Реал контролирует мяч Тони Кросс Модрич Справа есть Альвара Арбилуа Белл Модрич Красиво разыграно Подача штрафной площади Криштиану Роналду Удар Таким, каким видел его Криштиану не получился В целом обратите внимание Я думаю, что на повторе будет хорошо это видно В данной ситуации как раз вот так вот сбрасывая мяч в дальний угол В принципе, можно добиться успеха Но для этого нужно сильно пробить по мячу Это сделать Криштиану Роналду не удалось Но так или иначе, первый удар в створ ворот Хермана Люкса Аргентинского голкипера был зафиксирован Довольно много легионеров В составе Депортива В принципе, игроков, имеющих испанское гражданство И выших на поле сегодня в стартовом составе Пятеро В команде Виктора Фернандеса То есть шесть Иностранцев У Реала четыре плюс семь То есть вполне команда Анчелоти вписалась бы в лимит российской футбольной премьер-лиги Хуан Фран С мячом на правом фланге Пока в атаке мы его видим довольно редко Попытка обыграть И смотрите, как оно получается у Фориньи Очень смело в этой ситуации действовал Атакующий полузащитник Депортива Но пас не получился Рамос Сейчас, казалось, будет шанс у Реала провести быструю атаку То, как раз, в чем команда очень сильна Но Рамос Так и не увидел Открывавшегося партнера И это, конечно, претензия не к Сергию Рамосу А именно к тем, кто был на чужой половине В данной ситуации Бензима, Бейл и Роналду Там оказались Би-Би-Си, как называют их Хамис Родригес Пас налево Роналду Бензимау стремился в штрафную площадь Рядом с Роналду сразу три игрока соперника Все равно он делает точную передачу Арбелоа Модрич Эффектно сыграл Гаррет Бейл Сделав пас пяткой Карема Бензима Но точным он не оказался Очень активно меняются позициями Футболисты атакующей группы Реала Смотрите, Бейл Он, в принципе, не прикреплен к правому флангу Роналду тоже постоянно смещается в центр И именно через эту зону Основные свои Мысли относительно построения атак Видит команда Карла Анчелотти Фланги остаются для защитников Но если слева есть привыкший Много атаковать Марселу То справа все-таки Альвраро Белоа Который на удержание мяча И в отборе действует лучше, чем в атаке В этом смысле Для Анчелотти хорошо, что в запасе есть Дани Карвахаль Футболист, который как раз На чужой половине поля Может хорошо обращаться с мячом Значительно лучше, чем Арбелоа И если будет надо Я думаю, вполне может на замену выйти Фаринья не упустил мяч Лауре Хуан Фраан Тут же подача Еще одна попытка И Рафаэль Варан Действует внимательно Алекс Бергантиниос Не покидал он команду После вылета В позапрошлом сезоне Помог Депортиво вернуться И продолжает оставаться игроком Стартового состава Это относится сразу к некоторым Игрокам Депортиво Также, например, Лауре Не ушел из клуба Марселло Подача штрафную Ну, Депортиво там довольно габаритные Ребята собраны Сидней и Диаките Оба хорошо играют головой В общем-то, поэтому Реал, наверное, низово пытается атаковать Вот он, первый опасный момент в этом матче Гаррет Бейл С нескольких метров бил поворотом Но Херман Люкс Вовремя вышел И сумел с этим Ударом валийца справиться Реальный шанс Команды Карло Анчелотти выйти вперед Упущен Рамос Это слишком Слишком сильно В данной ситуации Но смотрим еще раз Здесь По крайней мере, положение вне игры У Гаррета Бейла Не было зафиксировано Так что Реализуй он этот момент Счет был бы открыт Выровнялась игра в последние минуты Если стартовый отрезок Реал провел очень интенсивно И постоянно был с мячом У чужих ворот То сейчас Хозяева Пришли в себя Исаак Куэнка Медуняин Сидней Вот и вот и Портиво Центральные защитники могут пойти с мячом на чужую половину поля Куан Фран Удар по воротам Попадает мяч Серхио Рамоса И будет угловой Икер Касилис довольно много пропускает В нынешнем сезоне Практически в каждом матче Собственно говоря Реал не пропустил В матче за суперкубок Европы Против Севилии И в игре первого тура Против Кордобы Но во всех остальных Мяч сетки ворот Касилиса Успел побывать Подача углового Ам Выходит из ворот Касилис Здесь очень уверенно Но Что хотелось бы еще сказать Что Касилис при том что пропускает довольно много Не является виновником И провокатором Тех самых мячей которые Тех самых ситуаций Которые приводят к голам ворота Мадридского Реала То есть даже 4 пропущенных в Сан-Себастьяне Вполне резонно не заставили Карло Анчелотти Убедиться в том что необходимо вратаря менять В запасе сидит Кейлор Навас И ждет своего шанса Карло Анчелотти недавно сказал Что Навас будет играть в матчах Кубка Короля Касилис вратарь номер один И таким образом в нынешнем сезоне этот вопрос решен Если конечно не будет травм и дисквалификации Алекс Бергантиньос Харис Медуняин Пас налево Здесь Луизиньо Удержал все-таки мяч в поле Бергантиньос И Тони Кросс Кстати давайте отметим Тони Кросса 20 минут матча позади Уже не первый раз он вступает в отбор Или просто пытается противодействовать сопернику Выбирая грамотную позицию И ему это удается Здесь Кросс фалит Но мяч остается у Депора Продолжается атака хозяев Лауре Забегание Хуанфрана Можно подавать первым касанием Но как же ты это сделаешь Когда тебе в ноги бросается Серхио Рамос Ну и уже отправлены разминаться Футболисты Сейчас мы с вами видели Одного из игроков Депортива По-моему это был Кавалиру Нападающий Который в прошлом сезоне в составе Бенфики Дошел до финала Лиги Европы И там проиграла его команда Севили Ну в Депортива Традиционно много португальцев Это было и в позапрошлом сезоне Это и в принципе Тот рынок На который руководство клуба регулярно Обращает внимание Еще один угловой Медуняин будет подавать Или разыгрывать Вот так С Исаком Куэнкой Вышли-вышли Командует кто-то со скамейки Реалу Но выходить надо теперь Лука Модрич На сумасшедшей скорости Мчит по чужой половине поля Направо просится передача Это Рафаэль Варан сюда прибежал Нет, это Криштиану Роналду Извините Первый гол на Риасоре Криштиану Роналду Нам с вами придется еще подождать Удар не получился Быстрая атака Реала Первая в сегодняшнем матче Увенчалась Ударом Лидера и лучшего бомбардера Реала последних лет Лука Модрич Варан К своей середине Приближается первый тайм Пока ничья 0-0 Но любопытный матч И Реал пытается контролировать Ход встречи и до портива Первые 10 минут очень робко смотрелась команда А в последующие минуты Уже значительно интереснее По крайней мере с какими-то попытками Вести контр-игру Но все-таки до портивы играет дома И конечно в полном составе Стоять у своих ворот Коллектив Виктора Фернандеса не должен Херман Люкс Готовится водить мяч в игру Смотрите, нет просто какого-нибудь выноса Есть передача низом на одного из центральных защитников И вот что в итоге Это позволяет Депортиво получить на выходе Исаак Коенко Луизиньо Ну можно подать У него левая нога неплохая Но правда в этой ситуации он конечно слишком сильно Пробил по мячу и он перелетел В ту зону, где располагался Элдор Паштиго Кстати, еще один португалец Выступающий теперь за Депортиво Паштиго, как и Модибо Дякитеп Он совсем недавно выступал за Лацио Он принадлежал ему Валенсии Однако половину прошлого сезона провел в аренде В столичной итальянской команде Ну и теперь перебрался в Депортиво В ту команду, где ему практически гарантировано место В стартовом составе В Валенсии выбран новый курс И там есть значительно более статусные нападающие Ну хотя, я так сказал про Элдора Паштиго Я думаю, что тот же Кавалеру Вполне может составить ему конкуренцию Или В перспективе Диого Соломау Потому что если забивать Паштиго не будет Все-таки есть варианты У Виктора Ферданса, например, уже несколько матчей В этом сезоне сыграл Хосе Верду Точе Уходит мяч за пределы поля Альваро Арбилоа Упал темп Заметно В последние минуты Хамис Родригес Тони Кроас В полном составе Депортиво на своей половине поля И это, конечно, вынуждает еще интенсивнее перемещаться Игроков Мадридского Реала Смотрите, Серкио Рамос Вот по тому, как он действует в этом матче Он вообще похож на опорного полузащитника Нет, отнюдь я не хочу сказать, что он играет в опорной зоне Но, в принципе, столь часто Центральные защитники вперед не ходят Но здесь ситуация позволяет Есть страхующий Рафаэль Варан Между прочим, у Рафаэля Варана сумасшедшая скорость И даже если кто-то постарается убежать на половину поля Реала с мячом Варан, в принципе, я думаю, что любого способен догнать Получится, не получится, это уже другой вопрос И это, в определенном смысле, развязывает руки и ноги Серкио Рамосу В отличие, например, от варианта, когда Рамос играет с Пепе Роналдо, пас направо Арбилуа, прострел, ошибается Херман Люкс Но мяч перелетает через ногу Гарри Тебейла Марселло, ну мокрый газон Мы с вами это отметили с самого начала Сейчас поехала нога у Марселло И может полететь в контратаку Депортиво Хорошая передача в центр Марселло отрабатывает Здесь фолл Тони Кросса Свистят болельщики, полагая, что это нарушение тянет на желтую карточку Но учитывая то, что пока очень корректно ведут себя футболисты Я думаю, что Перес Монтеро решил просто Кросса простить Хотя, в принципе, такой эпизод случился в минуте на 70-й В матче, где накал страстей, например, как в мадридском дерби Я думаю, тот же Перес Монтеро желтую показал Но это предыдущая атака Реала Арбилуа подавал И получилось это очень любопытно В том смысле, что мяч коснулся газона И Херман Люкс сыграл неубедительно Ну а дальше Бейл Подстроиться не сумел Это, в принципе, было довольно сложно сделать Коэнка Коэнка, как вы знаете, ранее выступал за Барселону Но там Не закрепился Там уже и Педро не основной игрок Туда уж, Коэнке Лауре И смотрите, сейчас на правом фланге Сразу два футболиста Депортива Лауре подает Но опять Пока Галисийцам удается Доходить с мячом к чужой штрафной площади Но вот этот последний пас Не получается раз за разом Обратите внимание Реал в основном строит свои атаки через центр А Депортива как раз наоборот Атакует флангами Но все подачи штрафной Икира Касилиса просто чудовищные До Паштиги мяч ни разу не дошел Впрочем, как и до любого из его партнеров Врывающихся в штрафную площадь Хамес Родригес Бензима Через пару месяцев настанет его время Марселло делает передачу Бензима Бейл Марселло И удар по воротам И об этом мы с вами сегодня уже говорили Все-таки по такой игре И при такой плотности В обороне Депортива Мне кажется, футболистам адресского Реала Действительно стоит постараться чаще бить Рикошеты И все такое прочее Арбелоа Подача пока на вид в стиле Игроков Депортива Но так оно и получилось Напряжен Карло Анчелотти Понятно, что два поражения в трех стартовых матчах Это не в духе Мадридского Реала Да, в концовке прошлого сезона Бывали случаи, когда Похожая статистика вырисовывалась У команды Карло Анчелотти Но Там это можно было Хоть чем-то оправдывать Ну и главный козырь, который Выложил Карло Анчелотти Потом это, конечно, победа В финале Лиги Чемпионов Роналдо О, удар по воротам Видите, пошло дело Пытались, пытались проникнуть в штрафную площадь Ну а теперь уже Другой вектор Завершения атаки Выбирают Футболисты Королевского клуба И это еще раз скажу Логично Депортива Очень быстро преодолевает центр поля Вот здесь пока тоже у Реала не находятся люди Которые могут остановить Начинающиеся атаки Депортива Давайте посмотрим, как вот сейчас Реал будет вступать в отбор Высокий прессинг Четыре игрока на чужой половине Собственно, есть вся группа атаки Ну а дальше Модрич и Кросс По-моему, они, конечно Не чувствуют за своей спиной Хаби Алонсо Но, впрочем, Кроссу это Испытать и не доводилось Не очень Быстро Мчат на чужую половину Для того, чтобы вступить в отбор Они все-таки пытаются Занять те зоны, которые есть на своей половине Удар Роналду И гол 1-0 1-0 Реал выходит вперед И это первый гол Криштиану Роналду На стадионе Реасор В Ла Коруне Есть Очередной Рекорд Есть очередной успех Можно ставить галочку И Роналду, конечно В курсе Того, что здесь он Не забивал Никогда И вот так Подача с фланга Наконец-то Великолепный пас Получился у Альвара Арбилова И Роналду Сумел зависнуть В воздухе Так, как это делают Баскетболисты И вот теперь Удар у него Получился Помните, в начале матча Был эпизод, когда Также справа фланга Подавал Арбилова Роналду пробил Но тогда не хватило силы Удару А здесь Все как надо Ну и центральные защитники В этой ситуации Слишком близко находились К линии ворот Роналду был один В момент, когда Исполнял подачу Альвара Арбилова То есть здесь есть претензии И к фланговым игрокам Которые позволили Навесить штрафную площадь Ну и, естественно К тем, кто там держал Точнее, не держал Криштиану Роналду Одного из самых Опасных игроков Да, в общем, наверное Самого опасного игрока В составе Реала 1-0 На 28-й минуте В третий раз В четырех матчах Чемпионата Испании Этого сезона Реал Забивает первым Один раз это привело К победе Другой раз К поражению Рамос Марсело Рамос Хамес Родригес Модрич Бензима Мяч у него Под левой И удар Поворотом Но здесь Несмотря на все Обстоятельства Херман Люкс Действует Надежно Прям в руки Ему пустил мяч Карим Бензима Несмотря на мокрый газон И возможный отскок Люкс Сыграл очень надежно Фаринья 60 на 40 Процент владения мячом Но вполне отражает Картину, которую мы с вами видим Хуанфран Подача Когда наконец У Депортива Получится то, что удалось Реалу Несколько минут назад Хороший кросс В штрафную площадь У мадридского Реала Кросс в штрафной Может быть практически В каждой атаке У Депортива нет Гаррет Бейл Пять игроков Депортива Против четверых Мадридцев Но они Не справились Куэнка С мячом на левом фланге Его встречает Арбело Страхует Лука Модрич Куэнка И что здесь? Фола не было Удар по воротам И по-моему Это первая попытка Хоть как-то угрожать Владением Икера Косилиса Который сегодня У Депортива Зафиксировано Врезался Куэнка В Хамеса Родригеса Тут конечно и сам Не слишком аккуратно действовал Но мне кажется Есть одна важная деталь Куэнка делал передачу На Своего партнера По-моему Это был Фаринья И он тут же Наносил удар По воротам То есть всем видам Депортива в этой атаке Показывал что хочет Ситуацию довести До удара С игры А не заработать штрафной И в этой ситуации Допустим Даже если было бы нарушение То арбитра мог бы Предложить Депортива Продолжить игру Потому что мяч Оставался у команд Паштига Вот едва ли не первого Касания мяча В этом матче Непосредственно Вблизи чужих ворот Пока ничем не закончилось Тони Кроас Налево Роналду Эффектно Хамес Родригес Перевод Неудачный Если бы дошел мяч До Карима Бензима Было бы очень опасно Модрич Хамес Родригес Марселло Кроас Модрич Ну и продолжает Реал Катать мяч по полю Арбилоа Подавать не на кого Еще не занял Штрафной соперник Оппозицию Родригес Бензима Не получилось Сыграть стенку С Криштиану Роналду Тот настаивает На то что против него Фалили Ну а в итоге Контратака Депортива Но пока Очень робко Ведут себя хозяева Фариня Всего один игрок Штрафной площади Зато рядом с ней Сразу несколько Медуняин Здорово обыгрывает А вот последнее движение Уже было лишним Не только потому Что он ударил По ноге Серфер Рамоса Но и потому Что он пытаясь Улучшить позицию На самом деле Ее ухудшил Понимает Восьмой номер Депортива Что сейчас Сделал совсем не то Но данное выражение В принципе Может охарактеризовать Игру Депортива В атаке На протяжении Стартовых 34 минут У этой команды Пока все не то Хамес Родригес Модрич Марселло Тони Кросс Отличная передача На Карима Бензима Еще бы успеть Это удается Нападающему Сборной Франции Хамес Удар Ох какой удар И какой гол Забивает Хамес Родригес Встречайте Любите Покупайте Футболки Вынимайте Из сетки Блеск Блеск В глазах Хамеса Родригеса Это конечно Внутреннее понимание Того что он забил Гол Красавец Ну и не забывайте С чего все начиналось В общем такой Вяло текущий Ход матча После этого Отличный пас Тони Кросса На Бензима Во фланг Куда сместился Нападающий И Дальний удар Великолепный С сумасшедшей Точности Наносит Хамес Родригес И 2-0 В Сан-Себастене Тоже было 2-0 Но там Правда Соперник Все-таки Значительно Более классно Ну и мы с вами Обратим внимание На то Как Реал Поведет себя На этот раз Все-таки Опыт есть Опыт свежий И Реалу На мой взгляд Очень важно Продолжить играть В выбранном ключе Также С мячом На чужой половине поля Выжидая момент Для того Чтобы соперника Уколоть И забивать дальше Расслабляться Ни в коем случае Нельзя Ну а для Депортива Ситуация уже Становится Очень непростой Потому что Все-таки Это Реал И Реал У которого Есть отрицательный Опыт Луизиньо Пас на Исака Куэнко Медуняин Бергантиньос Хуанфран Хуанфран Удар Поворотом Присмотрел Этот прием Ухамиса Родригеса Хуанфран Но Исполнение Конечно На другом уровне Виктор Фернандес Очень активно Весь первый тайм Обсуждает Что-то С своими помощниками Но понятно Что все-таки Депортива Нелегко Тягаться Со столь Классно Укомплектованным Соперником Все-таки Депортива Ранее в чемпионате Набирала очки Играя с Командами Значительно Более Близкими К самому себе По классу Ну собственно Гранади Проиграли Проиграли Сравили Великану Ничья А с Эйбаром С которым Депортива Играл в прошлом сезоне В Сегунде Справиться С умением Причем На выезде Правда Депортива Ехать нужно Совсем недалеко Поскольку Эйбар Команда Расположенная В стороне Басков Рядом С Сан-Себастьяном И Бильбау Ну между ними Удар в створ 6-0 В пользу Реала Действительно Уикера Касилиса Пока работы нет Ну и откровенно говоря Реалу Пора бы сыграть На ноль Конечно Это не тот прогноз Который Пренепременно Должен сбыться Потому что Это партия Все-таки Как и любой соперник Один момент За матч Уж должен Иметь Но Реал Помните Как начинал Этот календарный год Там была Довольно длинная Серия матчей В кубке В чемпионате Странно Когда Реал Не пропускал Вовсе А в начале Этого сезона Пока Все-таки Если смотреть Статистику У Реала Не все в порядке С оборотом Я думаю Что это тоже В определенном Смысле Следствие Потери Хаби Алонсо Человек Который в центре Все перегрызал И в общем-то Не так много было Атак и ударов По воротам Реала Было кому В этом смысле Выставить В еще более Выгодном свете Защитников Королевской команды Но теперь Часто они остаются Лицом к лицу С нападающими Модрич Бензима Луизиньо Алекс Бергантиньос Диаките Люкс Не знаю Стоит ли искать Вину Голкипера Во втором Пропущенном Мяче Я бы Скорее Предложил вам Концентрироваться На Удавшемся ударе Хамеса Родригеса Так все-таки Попадают Далеко не всегда Но вот и он Один из героев Первого тайма Вот второй герой Ну и в целом Реал Пока очень спокойно Идет к тому Чтобы завершить Стартовый отрезок Матча С преимущества С преимуществом С преимуществом В нескольких Голов Шансов у соперника Нет Ты сам Два реализовал Какие тут Могут быть вопросы Лаура Направо Здесь оказывается Паштига Потому что Штрафной Стал быть Вообще никого А люк Куда побежал Зачем он туда побежал И можно продолжать игру Надо забивать Третий 3-0 А вот в третьем Горе Горе Вратарь Депортива Конечно виноват И виноват Серьезно Зачем он это сделал Ну видимо Нервы сдали Для Депортива Все очень плохо Роналду Не забивал Не забивал На Риасоре А сегодня Уже дубль Ну и улыбается Криштиану Роналду Люкс Еще и должен Желтую карточку Получить За то что сбил Вот этой ситуации Карима Бензима Ну конечно Люкс Своей вот этой Выходкой Смутил Центральных защитников Которые Ну как мне кажется Все таки успели бы Опередить Бензима Ну и потом Видите Бензима был вынужден Убирать мяч в сторону Для того чтобы обыграть Диаките А это Не становилось бы Ситуация не становилась бы Автоматически голевой После данного действия Ну а Херман Херман Люкс Сделал все для того Чтобы Роналду Оформил дубль Плохой Тайм для Депортива И очень хороший Ровный Спокойный Такой безмятежный Тайм для Мадридского Реала Так Здесь назначает Штрафной Перес Монтеро Альвара Арбелоа Против Луизиньо Когда смотришь на Луизиньо Кажется что ему 40 Нет на самом деле Он значительно моложе А вот здесь Что там произошло Мы с вами смотрели Повтор Луизиньо Решил броситься Ногами Вперед Но скидка Получилась Неточной Конечно для Депортива В такой ситуации Было бы важно Забить гол Перед перерывом Потому что 0-3 И главное 0-3 При такой игре Депортива Это практически Приговор Модрич Сумасшедшее внимание Уделяется Безусловно Каждому игроку Мадридского Реала Мне довелось Побывать в Испании Этим летом В частности В Мадриде Ежедневно Естественно Я покупал марку Вот в одном из номеров Был материал Интервью С Лукой Модричем Который Взял у него журналист Поймав Луку Модрича Во время пересадки Он прилетел После отпуска В Мадрид И буквально Там в течение Двух часов Должен был Отправляться в США Где Мадридский Реал Уже готовился К сезону Видите Даже такой Возможностью В Испании Журналисты пользуются Для того Чтобы пообщаться Со звездным игроком Но Есть и другая страна В Испании Практически здесь Был офсайт Поэтому Момент не опасный Если другая страна Вопрос Действительно В чемпионате Испании Абсолютно все Футболисты Ну Большинство игроков Коммуникабельны Но при этом Очень банальны То есть Прочитать какую-то Нестандартную мысль Довольно сложно Все привыкли Говорить Но Постоянный набор Штампов Есть На случай побед На случай поражений И так далее Последняя минута Первого тайма Матч четвертого тура Департива Реал 0-3 Дубль Криштиану Роналду И Поместившийся между Этими голами Великолепный удар Хамеса Родригеса По такой игре Мне кажется Даже ничего добавлять Первому тайму Не стоит Но это самый Вопиющий гол Люкс смотрите Чем показывал арбитру Что надо бы игру остановить Я фалил Я готов получить желтую Потому что понимал Херман Люкс Мяч летит к Криштиану Роналду И зачем Тому промахиваться В этой ситуации Запасных Представлю вам У мадридского Реала Сегодня Вратарь Келлар Навас Куинтрау Карвахаль Начо Илья Роменди Иско И Чичаррито У Депортиво Фабрисио Лопо Мануэль Пабло Тот самый Мануэль Пабло Чемпион Испании В составе Депортиво Канелия Домингес Точе И Иван Кавалер Действительно Ничего не стал добавлять Перес Монтеро К первому тайму Еще раз посмотрим Гол Второй Забитый Криштиану Роналду И отправимся На перерыв У нас с вами 15 минут Продолжение следует...